Рабочий орган состоит из питателя в виде двух шнеков, которые сгребают снег, подают его на метатель, выполненный в виде ротора и короба, в котором идет отбрасывание снега. Такой уборщик может запросто победить сугробы высотой до 2,5 метров. Причем снег можно скидывать не только в рядом идущий грузовик, но и разбрасывать на расстоянии 50 метров. Раньше такие агрегаты российские компании закупали в Канаде. После проблем с поставками встал вопрос импортозамещения. Руководство аэропорта из Чукотки обратилось на Миасский завод с запросом такой техники. Тот уровень технологии, который мы имеем, он нам позволяет выполнить любые технические решения. Тем более, что самая отработанная часть в рабочем органе. Сейчас уже создан прототип нового снегоуборщика. До конца года две машины поступят в Чукотку. Возможно, сейчас появятся и новые заказы. Мяские инженеры участвуют в выставке «Армия-2022». Задачи Росгвардии и у нас, в принципе, они отличные. Поэтому, да, где-то мы от КамАЗа тоже не отходим, но основная база у нас и вычисли тоже уральская. Да, я тоже рекомендую, советую для этих целей дать Уралы. Ну и самое главное, все навесное оборудование, потому что сегрегат делает, очень надежное. Если миасская компания полностью заменит на рынке канадского конкурента, заказов станет в разы больше. Уже в следующем году на Южноуральской площадке готовы выпускать десяток современных снегоуборщиков. Ольга Кокшарова, Дмитрий Бачко, Андрей Грещук, 31 канал.